Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Меня попросили показать, как же я рисую трикотажные заливки. Есть разные способы. Я отдельно показываю их в курсе. Это можно создавать при помощи кистей, можно отрисовывать векторные заливки. Сегодня просто покажу, как можно использовать готовые фотографии трикотажных полотен и превращать их в заливки. Самый такой простой базовый метод, который, я думаю, что всем будет понятен. В интернете, а точнее в гугле, я скачала вот такую заливочку. Это пример переплетений. После этого, что мы делаем? Мы с вами берем, рисуем прямоугольник, вычленяем рапорт. Рапорт – это повторяющийся элемент, то есть от точки до точки этот квадратик будет многократно повторяться. Этот прямоугольник, это должен быть обязательно либо прямоугольник, либо квадрат. Убираем у него цвет контура. Убираем цвет заливки и помещаем его, правой кнопочкой мыши, на самый задний план изображения. Теперь выбираем все вместе нашу фотографию и наш прямоугольник и тянем в образцы. И вот, смотрите, я уже сделала несколько прямоугольников. Вот у меня белая заливка. Так, это у меня сейчас получилось. Вот так. Смотрите, белая заливка, заливка розовая и заливка сиреневая. Это такой вот подготовительный этап, который я провела. Здесь особенность какая, нужно научиться правильно видеть рапорт, который будет состыковаться. Потому что если вы будете делать какой-то кривой рапорт и неправильно выберете фрагмент, который у вас должен быть состыкован, то будет не так гладко и красиво, а будет вот такая непонятная чехарда. Поэтому за этим надо очень аккуратно следить. Это надо делать. Приходит это с опытом. То есть вы должны понимать, что у вас есть кусочек, который будет многократно повторяться. И его очень четко и аккуратно отработать. То есть в противном случае получите вот такую вот, ну в чем-то береберду, позвольте мне применить это слово, которое будет очень четко бить линиями и не позволит вам сделать красиво. Вот. Я создала мои заливочки. Ctrl-C, Ctrl-V в мой файл. Да. Теперь Delete. Вот они у меня, смотрите, раз, два, три. Три заливки у меня вошли в образце. Самый такой простой банальный способ. Сегодня нарисуем трикотажную жилетку, а потом ее покрасим красивыми, естественно, заливками, которые мы с вами подобрали. И скомпонуем ее с отрисованными ранее изделиями. И я вам покажу, почему так ценно, что мы с вами рисуем именно вот в таком формате. Итак, ручки нам будут нужны только две. Четыре нам не нужны, поэтому я убираю. Это мы убрали. Создаем новый слой. Берем инструмент перышко. Черный цвет заливки. И убираем пантерную линию. Толщина один пункт стандартный. Так. Увеличиваем. Рисую свободную трикотажную жилетку. С широким воротом. У жилеток может быть ворот вообще такой вот прям, ух. Слегка удлиненную. Свободную. Как я уже говорила, по плечику она все-таки ляжет. Вот здесь немножко сейчас опущу точечку, чтобы она была пониже. Вот. Теперь вот здесь сделаю некоторый выгиб. Вот так. У нас там с вами будет трикотажная резиночка. Вот так. Так. Вот здесь только нам нужно с вами обязательно сделать прямую. Сейчас мы все поправим. Вот так. Теперь вытаскиваем окно. Обработка контуров. Все вместе это сдвигаем. Shift-Alt. И разгруппировать. Так. Это убираю часть, а вот эту часть туда переношу. Отлично, красиво получилось. Теперь рисуем спинку. Хочу, чтобы спинка тоже абсолютно попала. Поэтому опять методом пересечения. Это вообще метод рисунка в векторе. Когда вы пересекаете, потом лишнее отсекаете. В сторону. Разгруппировать. Обратно. Вернули нужный кусок. Вот так. И еще что у нас с вами будет? Естественно, вот здесь будет кусочек видимого трикотажа. Так. Плюс ко всему у нас с вами отделка вот здесь. Подвяз риба. Он может быть выступающий, может быть внутри. Это по модели уже определяется. Я хочу, чтобы он немножко выступал. Так. Здесь. Немножечко сейчас дадим ощущение напуска. И под это ощущение напуска сделаем резиночку. Вот таким образом. Вот у нас с вами получилась половиночка того, что мы будем рисовать. Все вместе выбираем. Так. Инструмент. Зеркальное отражение. Ставим точку. Начинаем вращать. Нажимаем shift. Нажимаем alt. Отпускаем кнопку мыши. Отпускаем кнопки на клавиатуре. У нас получилась вот такая красота. Сейчас чуть-чуть ее сдвинуем. Теперь попарно начинаем сливать. Раз. Раз и два. Два объекта соединили. Раз и два. Две части планки спинки соединили. Раз и два. Две части соединили. Раз. Раз и два. А вот это мы не будем соединять. Я хочу, чтобы остался вид шва. Но нам нужно немножечко поправить эти точки, чтобы они у нас лучше состыковались. Поэтому сейчас подвину в одну сторону. Подвину чуть-чуть в другую сторону. Так. А вот здесь вот эту вот сулишку, которая образовалась при слиянии, нам нужно с вами удалить. Удалить. Вот. Так. Здесь у нас все получилось. Хвостики должны совпасть. Так. И вот так. А вот чтобы вот этих хвостов не торчало, которые мне так не нравятся, мы возьмем и применим вот такой уголочек. Углы вот здесь в обводке. Отлично. Вот что у нас получилось. Вот это нужно слить. Так. Теперь давайте сделаем базовую заливку белую. Спиночку зальем светло-светло-серым, чтобы было ощущение, что оно туда утопает. Рибы тоже беленьким зальем. И с вами сделаем заливку для имитации переплетения эластичного. По-английски он называется RIP 2-2. Два лицевые, две изнаночные. Иногда используют 3-3. Красиво смотрится в таких обработках. Он такой более широкий вариант. Как мы это будем делать? Мы с вами берем линию, нарисуем. Толщиной 0,5. Можно даже 0,25. Рядышком ее ставим. И с отступлением еще одну. Вот он наш RIP с вами. Вот эту линию мы делаем бесцветной. Чуть-чуть сейчас я его сожму. И всю вот эту красоту в заливочке. Хлоп. Отлично. Теперь где у нас будет этот RIP? Здесь. На горловине. Здесь. И внизу. Вот смотрите. Shift, Alt, отпустила. Все вот эту красоту заливаем нашим с вами RIP. RIP. Эту часть нам нужно повернуть заливку. Инструментом поворот. Смотрите. Кнопочку отжимаем, чтобы у нас там ничего не трансформировалось. Просмотр. Чтобы правильно попало. Вот так. Сейчас еще чуть-чуть поворот. И еще чуть-чуть. Отлично. Окей. Теперь здесь то же самое. Поворот. Только теперь в другую сторону. Вот так. Отлично. И поворачиваем вот здесь на 90 градусов. И здесь тоже на 90. Потому что они стоят подперек. Если вы немножечко вяжете, то вы понимаете, что я делаю. И вот эту всю красоту. Можно ее сгруппировать. Чтобы у нас все, что возвращаем на место. Вот у нас получился базовый эскиз. Что можно добавить? Меня постоянно спрашивают про тени. Если у вас есть идея, как можно объяснить просто работу с тенями, я буду очень благодарна. Я уже пересмотрела много книг по анатомии. Много книг по рисунку, иллюстрации. И это не получается объяснить просто. Здесь нужно объяснять анатомию. Здесь нужно объяснять геометрию человеческого тела. И еще геометрию складок. То есть надо как-то вот... Ищу сейчас методику, по которой можно просто людей научить рисовать тени на одежде. Пока не нашла, порекомендуйте мне какую-то литературу, какие-то ролики и так далее. Буду благодарна, переработаю, сделаю свое. Очень надо для объяснения. Потому что многие спрашивают, и не получается у них. Мне это не очень нравится. Здесь и здесь выбираем. Немножечко я хочу опустить. Для того, чтобы был более такой свободный рип. Смотрите, вот здесь немножко точка отошла. И мы сейчас будем с вами прорисовывать тенюшки. Что мы будем делать? Во-первых, вот здесь у нас с вами мы наложим с одной стороны. Представьте, что это такой большой цилиндрик. Вот она полупрозрачная. Мы сейчас все вырежем. Вот здесь я наложу такую общую тень. Она будет очень мягкая, очень плавная. Просто показывающая, что вот здесь присутствует теневой такой аспект. И очень красиво, когда это все накладывается внутри, чтобы вот здесь было понимание того, что это вот внутренняя часть, которая тенью будет подсвечена. То есть мы сейчас с вами работаем именно с теневым аспектом. Когда рисуете тени, я люблю, чтобы они были гладкие. Вот здесь есть инструмент заглаживания. И используя этот инструмент, можно все вот эти шероховатости, которые у вас получились, поправить и сделать их более приятными, более мягкими и упругими. Потому что в векторе, чем меньше у нас, соответственно, точек, чем более плавно идет линия, тем более упруго, красиво смотрится изображение. Так, сейчас вот поправляем. Покажу, как разрезать тени. И мы с вами их применим. Так, выбираем. Смещаем. Это можно удалить. Итак, то, что у нас вот здесь вот вылезло, не обращайте внимания. Такое иногда бывает. Мы все с вами разбираем, разгруппировать. И теперь удаляем лишнее. Вот у нас остались только тенюшечки. Смотрите. Мы их сюда возвращаем. Почему я делаю методом вырезания? Потому что они четко повторят ту форму, которую мы делаем. Теперь нам не нужен цвет контура, нам нужен только цвет задивки. И мы с вами мягенько убираем непрозрачность. Вот смотрите. Я добавила совсем базовые тени. Лишь чуть-чуть показать и сформировать тот объем, который у нас представляют данные изделия. Не переусложняю. Оно здесь не требуется. И оно будет хорошо воспринимать, когда мы будем добавлять туда определенные заливки. Так, давайте теперь я вот это все сгруппирую. Вытащу сюда отдельно. Мы с вами раскрасим это цветом. Так, раз, два, три. Давайте одним. А потом я вам покажу уже скомпонованный лук, на который мы сделаем прокрас. Так, выбираем. Например, белую заливку. Вот так она сейчас у нас будет крупновато смотреться. Поэтому мы ее подожмем. В зависимости от пропорциональности, да? Вот. Здесь нам нужно что с вами поправить. Вот смотрите, я приближу. Вот она красиво. Смотрите, тени легли поверх и полупрозрачность дают. Вот у этой штучки нам нужно переснять цвет. Да, вот она, смотрите. То, чем мы делали. И вот отсюда, я рисую сейчас прямоугольничек, беру инструмент пипетка. И вот отсюда вытащу бежевый цвет. Видите, он такой молочный. И вот этот молочный цвет затащу в образцы. И его буду использовать для работы с остальными элементами. Во-первых, я его поставлю. Двойной клик вышла в режим изоляции. Сюда. И в-третьих, я его поставлю. Сейчас вот это смещаем. Вот сюда. Мне не очень нравится тот цвет, который получился. Честно вам могу сказать. Сейчас я его немножечко подкорректирую. Для того, чтобы он имел более теплый оттенок. Вот я все выбрала. Видите, он такой немножечко зеленоватый. Мне это не нравится. И я сейчас его чуть-чуть затеплю. Вот. Визуально он не сильно поменялся, но оттенок у него ушел. Этот убираем. Оставляем вот этот. Вот. И теперь все вместе. Вот эту нашу красоту возвращаем на место. Можно для мягкости восприятия сделать непрозрачность на том, где у нас с вами сделаны заливки. Вот именно. Риба, да? Чтобы оно помягче смотрелось. Вот такая красота получается. Двойной клик. Выходим из зоны. Что теперь будем делать? Я вам всегда говорила, что работа на шаблонах это здорово. И вот у меня есть отработанные на шаблонах разные приятные штучки. Шаблон тот же самый. Поэтому я беру джинсы. Это был эскиз номер 7. Можете посмотреть видео под номером 7. Все на местах. Использую только то, что говорила. И вот здесь у нас есть шаблон рубашки. Давайте возьмем в клеточку. Так, она сгруппирована уже. Ctrl-C. Это эскиз номер 9. Опять же, возвращайтесь к нашему большому челленджу 100 эскизов. И там все-все-все найдете. Так. Что у нас здесь с заливкой? Давайте посмотрим. Рукава у нас с вами полупрозрачные. Так же, как и манжеты. Сейчас мы это поправим. Сделаем дополнительный слой заливки для того, чтобы все у нас было хорошо. Ctrl-C. Ctrl-B. Белым цветом. И сгруппировать. Так. Вот у нас, смотрите, комплект. И сейчас я возьму шаблончик. Скопирую. Давайте скопирую без нарисовки. Да, я знаю. Она предупреждает о том, что у меня есть заблокированные места. Теперь смотрите. Размещаю на место джинсы. Они же так должны быть. Размещаю рубашку. Рубашку можно попробовать заправить в брюки. Можно не заправлять. И сейчас мы сверху на нее оденем жилетку. Как одеть жилетку? Она должна быть на самом верху. Видите, она как бы не оделась. Все-таки не комплект. Что мы будем делать? Нам нужно удалить вот эту часть, чтобы у нас все просвечивалось. Правильно? Соответственно, тень не нужная. И вот эта часть тоже не нужная. Теперь мы жилетку с вами чуть-чуть опускаем пониже. И смотрим, чтобы она у нас красиво вошла. Нужна ли нам вот эта часть, чтобы торчала или нет, зависит исключительно от вас. Хотите вы, чтобы она торчала из-под жилетки? Или хотите ее убрать? Например, мы хотим ее убрать. Что я могу сделать? Я могу войти в режим изоляции двойным кликом, получить только это изделие. И чтобы его никак не травмировать, ну как пример, да, я могу просто создать вот такую обтравочную маску, которая будет открывать мне и рукава, и воротник. Создаю обтравочную маску. Ну что такое? Не все вместе выбрала, да? Монтаж на передний план. Все вместе. Что-то она мне не выбирает. И почему мы не выбираемся? Давайте узнаем. Сгруппировать. Так, еще раз. Монтаж на передний план. Потому что там уже есть обтравочные маски, да? Хорошо. Раз у меня уже есть обтравочные маски, тогда мы возьмем и вот эту часть наверх поднимем. Вот так. Двойной клик. И мы получили прекрасно одетую нашу с вами жилеточку. Что мне не нравится? Мне не нравится вот эта точка. Я бы сейчас сделала двойной клик. Вот эту точку взяла бы инструментом Direct Selection и прибила бы вот сюда и чуть-чуть вниз. И точно так же бы сделала здесь. Прибила бы вот сюда и чуть-чуть вниз. Для того, чтобы смотрелось более мягко. Вот эту точку тоже можно чуть-чуть вниз опустить. И вот эту точку чуть-чуть вниз. Но это уже поскольку мы с вами компонуем. Вот такая штучка у нас получилась. И уже мы можем с вами смотреть. Вот, пожалуйста, наши с вами комплекты. Как это будет смотреться, да? К примеру, я хочу перекрасить. И посмотреть, как будет смотреться с другим трикотажем, который мы с вами делали. Вот я могу применить и посмотреть, какой цвет мне больше понравится. Но сейчас здесь нужно еще перекрасить, соответственно, и резинки. Либо я понимаю, что я оставляю контрастный вариант. Такое тоже может быть. Давайте я поправлю, чтобы у нас было более гармонично. Поправлять удобнее через двойной клик. Вы входите в режим изоляции. Откладываете эту штучку. Выбираете все светлые части. Можно, как я показала изначально, можно выбрать руками цвет. Я сейчас руками подберу. Вот так. Сверху на него накладываете нашу с вами красоту. Видите, за счет того, что цвет стал темнее, не так хорошо видно. Непрозрачность корректирую. Вот, пожалуйста, у нас фиолетовая жилетка. Сейчас то же самое сделаем и с розовой. Вот эти режимы изоляции, вот эти способы перекрашивания, они очень удобные. Можно перекрашивать через графический объект. Я его тоже неоднократно, этот метод показывала. Всегда выбираю тот метод, который мне комфортнее на данный момент. Никогда не упираюсь во что-то одно. Никогда не делаю, что вот только так, или никак по-другому, моя задача-результат. Вот у нас с вами получилось. Можно перезаливать и блузку, и так далее. Ну, вот такой комплект потенциально может быть представлен. Вот поэтому очень здорово и очень классно, когда у вас все эскизы нарисованы на одном шаблоне. Вы рисуете один шаблон, и у вас получается потом этот эскиз скомпоновать со всем, что вы нарисовали. Да, у вас такая большая классная библиотека. Используйте этот инструмент. Сегодня много вам всего показала. Показала, как и трикотаж из фото делать, и как заливки делать, и как все компоновать. Два видео. Это номер 7 джинса, номер 9 рубашка. Тоже в этом плейлисте найдете. 100 эскизов. Челлендж. Если у вас появились какие-то идеи и вопросы, обязательно напишите мне их в комментариях, я с радостью на них отвечу. Если хотите нарисовать что-то конкретное, тоже скажите, что вам интересно. Мы обратим на это внимание, и я обязательно это нарисую. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, если вам понравилось видео, и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ведь каждый вторник у нас выходят новые видео о том, как рисовать эскизы. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.